В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные темы к этому часу. Большие перспективы. Делегация из Башкортостана во главе с Рустемом Хамитовым находится в Италии с рабочим визитом. Конкурент Xbox и PlayStation. Уфимские разработчики продвигают систему для современных игр, для которых игровая приставка не нужна. И совместное решение проблем. В республике стартовала программа поддержки местных инициатив. В эти дни большая делегация из Башкортостана находится в Италии, в том числе глава региона Рустем Хамитов и представители местных компаний. В рамках форума стороны уже подписали договор о сотрудничестве в различных сферах от производства оборудования до сельского хозяйства. Сейчас ведутся переговоры по условиям конкретных проектов. На встречу с нашей делегацией прибыли более 150 человек с итальянской стороны, в их числе представители бизнеса, банков и экспортных агентств. В эти часы республиканская делегация изучает итальянский опыт в строительстве современных животноводческих комплексов. Отмечу, что практически 10% товара оборота республики в 2015 году пришлось на Италию в денежном выражении более полумиллиарда рублей. После вот этих предварительных переговоров и той информации, которая прозвучала, мы ожидаем порядка 10 потенциальных инвестиционных проектов, которые будут в течение ближайших месяцев проработаны и заключены. Поэтому сегодняшние события, сегодняшние встречи – это мощнейший толчок для развития практического взаимодействия. Если все соглашения, которые обсуждались с участниками с итальянской и с российской стороны, мы ожидаем объем инвестиций от 50 миллионов евро до 100 миллионов евро уже, скажем так, по конкретным проектам и по конкретным идеям, которые обсуждались. Если говорить об увеличении товара оборота, тут нужно рассматривать немножко более дальнюю перспективу. В течение от 3 до 5 лет мы ожидаем, что увеличение товара оборота вот с этими партнерами именно из Ломбардии, это позволит увеличить товар оборот где-то до 500 миллионов евро ежегодно. Но опять же, когда мы говорим о вопросе товара оборота, на это влияет курс валюты и так далее, цена на нефть. Надо сделать эту поправку. В предыдущей новости поправлюсь, речь шла о денежном выражении более полумиллиарда евро, а не рублей. И в Башкортостане стартовала программа поддержки местных инициатив. В рамках нее на реализацию проектов из бюджета республики ежегодно будет выделяться до 300 миллионов рублей из расчета не более 1 миллиона на одну заявку. Программа поддержки местных инициатив – это механизм, который позволит решать наиболее острые социальные проблемы. В частности, ремонт дорог, благоустройство территории, обеспечение водоснабжения, освещение и так далее. Проекты будут отбираться на конкурсной основе. Региональный бюджет выделяет от 51 до 77% от общей стоимости проекта. Взносы населения должны составлять до 15%. Местные организации вносят свою лепту от 8 до 31%. Также к реализации проекта могут быть привлечены спонсоры. Сама по себе идея очень хорошая, очень продуктивная, потому что она предполагает в определенной степени снятие нагрузки с бюджета. Есть некоторые проблемы, которые, естественно, надо учесть при реализации этой программы. Во-первых, это все-таки надо действительно провести широкую разъяснительную работу среди населения, потому что она просто-напросто зачастую не понимает, за что же оно должно платить, почему оно должно заплатить за эту дорогу, почему оно должно заплатить за это водоснабжение. Сейчас конформация о курсах валют, установленных Центробанком на завтра. Доллар и евро показывают разнонаправленную динамику. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 4 копейки до 65,11. Курс европейской валюты, напротив, увеличился на 11 копеек и уже завтра будет оцениваться в 73,91. Лучшие обменные курсы на сегодня – покупка доллара в банке Финам за 64,75, продажа в БКС-банке за 65,19. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке Финам за 73,46, по продаже в Бинбанке, МДМ-банке и Россельхозбанке за 73,99 рубля. Уфимские разработчики продвигают систему, которая позволит играть в современные 3D-игры без игровой приставки или компьютера на домашнем телевизоре. Облачная технология работает через систему IP-телевидения. Отличие уфимской разработки от уже имеющихся – доступ на телевизорах с IPTV не только к простым аркадам. Благодаря новой технологии планируется, что подключив геймпад к IPTV-приставке, можно будет полноценно проходить, например, GTA 5, Call of Duty и другие современные игры. Проект сейчас находится на стадии прототипа и готов к пилотному запуску. Стартап ориентируется не только на российский рынок, но и на Латинскую Америку и Азию. В этом году разработчики намерены заработать от 20 до 60 миллионов рублей. Инвестор пока не определен. Для того, чтобы вывести в коммерческую эксплуатацию этот программно-аппаратный комплекс, который мы предлагаем нашим партнерам, нам примерно нужно около, в рублях тогда скажу, не в долларах, где-то 18-22 миллиона рублей приблизительно. Так, понимая, что определенные технологические риски в зависимости от структуры сети, в Центральной России или в Поволжье, они все равно имеются. И в продолжение темы. Более 200 перспективных проектов будут представлены на ежегодном стартап «Сабанту» и он пройдет в Уфе в эту субботу. Организаторы собирают на одной площадке представителей IT, начинающих разработчиков и потенциальных инвесторов. Республиканские разработчики на сегодня занимают лидирующие позиции как по количеству, так и по качеству стартапов. По статистике, около 10% из них нашли спонсора и стали развивать бизнес. Отмечу, что в полноценной компании переросли, как и в целом по России, лишь от 3 до 5% местных стартапов. Подать заявку на участие можно на официальном сайте события. О стартапах продолжим говорить в программе «Взгляд». Не переключайтесь, мы ждем в студии наших экспертов. Редактор субтитров А.Семкин